В Этигибийском районе затянулось строительство спорткомплекса и многоэтажного жилого дома. Проблемный долгострой в ходе рабочей поездки посетил Акимобласти. Асхаш Ахаров осмотрел объект и рассказал о возможном решении этого вопроса. Также глава региона встретился с местными фермерами, которые из-за непогоды потеряли часть урожая и выслушал их пожелания. Это двухэтажный восьмиквартирный жилой дом. Стоимость проекта более 175 миллионов тенге. В этом доме должны были поселиться многодетные малобеспечные семьи. Однако подрядчик небрежно отнесся к своим обязанностям и не завершил строительство вовремя. В марте этого года уже обращались в судебные органы. Однако по предоставлению гарантийного письма со стороны подрядной организации суд оставил наше исковое заявление без рассмотрения. То есть подрядчик попросил срок до октября текущего года полностью завершить данные объекты. Но он опять-таки слова не сдержали. В этом году никакие работы по данным объектам не проводились. Никакая сумма в этом году освоена не была. Оставшуюся сумму в размере 114 миллионов тенге мы вернули обратно в областной бюджет. Теперь нами обратно планируется подать исковое заявление на расторжение действующего договора, на взыскание неустойки, а также на признание этой подрядной организации недобросовестным поставщиком. После вынесения решения суда проектные документы должны быть пересмотрены, в том числе и объемы финансирования проекта. В народе говорят, тот, кто болезнь скрывает, тот быстро умирает. Какой бы ни была проблема, мы должны обсуждать и решать ее вместе. Вы хорошо знаете, что в районе есть проблема простаивающих социально значимых проектов строительства. Этот дом не останется незавершенным. Еще одно проблемное сооружение в Атикибейском районе – физкультурно-оздоровительный комплекс на 150 мест. Работы здесь начались в 2018 году и сейчас приостановлены. Глава региона отметил, что к ответственности в первую очередь должна быть привлечена компания, заложившая фундамент объекта. Этим вопросом собьется областное управление строительства, архитектуры и градостроительства. Далее Схад Шахара встретился с местными фермерами. В этом году уборочная компания для них выдалась сложной. Из-за проливных дождей в августе-сентябре еще не собрано 40% урожая зерновых. Мы получили все практически субсидии на технику, на гербициды. Тут у нас все получается. Хотя, конечно, в этих условиях затраты... Тут же еще какая беда. Мы... Тот хлеб, тот биологический урожай, который вырос на наших полях, в этих условиях очень сложно собрать. Мы не соберем. И тут большие потери. Это скрывать не нужно. Потому что часть зерна уже сама осыпалась. Где-то колоси легли. Потом, когда молотишь влажный хлеб, очистка комбайна работает не очень качественно. Все равно допускаются потери. Поэтому идет снижение урожая. Теперь сейчас цена на урожай, на пятый класс, допустим, цена очень низкая. Значит, цена пятого класса или цена неклассной пшеницы не перекроет те затраты на гектар, которые получаются. Самое страшное, что произошло, это у нас прорастание на кардионе. Минимум 30% у всех. Есть за 50% прорастание. Сегодня мы... Заром с плодом. Сегодня мы сушим, пытаемся ее хотя бы сохранить. Почему? Потому что здесь уникально в чем состоит. Если база, допустим, 14,5-14,2, зерно прекрасно при 16% хранится. Но если есть прорастание, то даже 13-13,5 засыпаем, вот этот гостик, который пророс, он может загнать конкретно. Вот этого мы сейчас боимся. Ну, то есть, экстренно, кто может, приобретаем сушилки. Мы сушилки купили, сушим. Глава региона выслушал все предложения и пожелания Агрария. В ближайшее время будет озвучено конкретное решение. Президент ставил задачи от поля до прилавка. Я поэтому хотел бы, чтобы тоже в стороне не оставались. Конечно, как бы это деференцировать. Я здесь, ну, по макомолям решить вопрос. Но все-таки живем на швитинской хлебе, жителей штук. А то, что цена, это не совсем правильно. Это, конечно, в первую очередь плохая организация работы. Мы с неспомнили, то есть не смогли увязать. Ну, и, наверное, вашу поддержку нужна. В остальном, вручном управлении, через начальное предуправление, в руководстве я в стороне не останусь. До последнего пока не довезем. Не выжимать из ситуации. Это войти и выставить. Будем на связи. Отметим, в Айтикибийском районе функционируют 15 крупных хозяйств с посевными площадями, 107 крестьянских хозяйств. В этом году зерновые культуры должны были собрать на площади около 140 тысяч гектаров. Сейчас убрано около 81 тысячи. Средняя урожайность 7,8 центнера с гектара. Владимир Федотов, Жанна Дельсагеев, телеканал АкТУБ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...